Главная тема последней среды года – заседание Госсовета. В центре внимания – повышение инвестиционной привлекательности регионов. Среди участников – министр федерального правительства, лидер парламентских партий, главы субъектов Федерации. Впереди у нас комплексные, масштабные задачи по развитию регионов, включая инфраструктуру. Именно такие цели обозначены в обновленных основах государственной политики регионального развития страны до 2025 года. По сути, Госсовет – это консультация президента с губернаторами по вопросам особого государственного значения. Среди инструментов – приманок для инвесторов, национальная предпринимательская инициатива, снижение числа разрешительных документов, времени на согласование, 12 целевых моделей и непременно – грамотная бюджетная политика, в частности, работа с государственным долгом. Рычаги есть – вывести его из коммерческих банков, уйти от больших процентов, перекредитоваться под мизерную ставку – об этой возможности говорит федеральный центр. Но важно соблюдать требования Минфина и выполнять условия. Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имеют такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование. Нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому сдавите заработать. Если проще, лет 5-7 назад под разные прожекты в разных банках под высокие проценты набирались займы. Наполеоновский почерк. Главное ввязаться в бой, а там посмотрим. В большинстве – чистой воды авантюризм. Итог – за обслуживание кредитов из казны уходили миллионы. Насчет того, что регионы, имея большие долги по кредитам перед частными банками, им предлагают получить более дешевые кредиты, а они не хотят перекредитоваться. Это первый признак, так сказать, какой-то схемы близкой к коррупции. Что ж ты свой регион держишь в долговой кабале? Тебе говорят, давай, дешевле будет, быстрее отдашь долги. Нет, я не хочу. Значит, прямая связь у банкира с тем, кто решает вопросы. То, что это катастрофа и ситуацию надо менять, Александр Богомас озвучил три года назад. И вот планомерно работа с госдолгом, оздоровление бюджета – один из ключевых акцентов губернатора. Разъясняет, приводит доводы на разных площадках. И в Брасово на выездном совещании. Областная власть – это большая-большая семья. Это как семья в доме, где есть отец, есть мать, есть дети. Есть семейный бюджет. И на этот бюджет нужно жить. И на заседании ОНФ. Если мы будем бюджет транжирить и ставить проблемы, брать новые кредиты – путь в никуда. Путь в никуда. Если бы у нас сегодня не было тех долгов, которые есть, мы могли еще в пределах миллиарда рублей тратить на те проблемы, которые у нас сейчас существуют. А нам все и нужно растить процентные ставки. Поэтому Брянская область одной из первых включилась в программу реструктуризации бюджетных кредитов, что одобрено на самом высоком федеральном уровне. Реалистичность, сбалансированность бюджета, снижение долга и такая устойчивость к финансовой политике – это залог доверия и успеха, залог инвестиционной привлекательности субъекта Российской Федерации. На заседании Госсовета президент отметил важнейший показатель состоятельности региона – его финансовая устойчивость. Инвесторы подтверждают эти слова на практике. Если все понятно, прозрачно, ведется грамотная работа с финансами, значит, с Брянской областью можно иметь дело – вести и развивать производство. Все пошли навстречу, да, мы получили дополнительный лимит и по электричеству, и по газу, и, собственно, во время стройки не испытывали каких-то там препятствий, административных барьеров, поэтому к нынешней, так сказать, власти, у нас претензий никаких нет и быть не может. А это другой инвестор вложения под 3 миллиарда рублей – новый кожевенный цех Агрохолдинга Мираторг. Она пойдет частично, я думаю, в Россию, это на современные автомобилестроения, значит, частично в Европу однозначно, это для таких производств, как Форше, БМВ, Мерседес. А это закладка первого камня завода другого инвестора. Сумма – полтора миллиарда рублей. Газэнергокомплект. Мы теперь уже пользуемся термином не импортозамещения, а термином импортопережения. Так вот, приятно отметить, что в этом ряду брянская земля находится в первых рядах. По поводу того, что молодые люди не идут в вузы на инженерные профессии, идут уже. У нас наблюдается значительный рост, значительный рост количества абитуриентов, подающих заявления на учебу в инженерные технические вузы. Этим вопросом Департамент образования и науки Брянской области озадачился почти два года назад. Центры технического образования, особая подготовка к сдаче ЕГЭ по физике и математике – это только часть шагов по подготовке кадров для тех самых инвесторов, которым наверняка будут нужны грамотные и квалифицированные специалисты. Мария Сергеенко, События Брянск.